Звоните срочно подругам, оповестите округу и расскажите супругу, распродажа идёт. Не нужно ждать больше чуда, тут скидки больше друг друга. Курьеры мчатся по кругу, это нам не забыть никогда. Распродажа 11.11 на Озон. Успейте. Всем привет, меня зовут Егор Шклетт и сегодня мы снимаем классное видео, которое должно тебе понравиться. Это шоу 50 хейтеров. И у нас в гостях Мия Бойко. Ну что ж, давайте начинать. Ну что, как настроение, как настрой? Всё супер, поговорим с ребятами, так много людей пришло. Да, 50. Это очень приятно. Вопрос, у тебя тактика сегодня какая? Боевая, либо в защите будешь? А есть тактики? Ну да, вот например Даша Дошик говорила о том, что она будет наоборот активно атаковать. А, не, я так не планирую делать. Планируешь защищаться? И защищаться я тоже не буду. Я просто хочу поговорить с ними. Точнее, у них же ко мне вопросы. Мухобойко, привет. Почему на пародии, которые имеют лишь в развлекательный контент, ты угрожаешь судом? У тебя шавелин персик. Что, что, что? Спасибо в начале то, что лайкала видосы, где я тебя обсирал в ТикТоке. Если кто-то девочку обидит, она хочет защиты. И я почувствовала просто предательство. Кого тебе живется такой лицемерной тварью? Дай совет молодым артистам, чтобы они не стали такими же, как ты. Вышло. Заберите у него микрофон. Слушай, если ты не видишь сути в моем творчестве, то и не углубляйся. Лишь бы пробиться на эту какую-то вершину успеха, чтобы потом творить просто люкую дичь. Гори в одну, тварь. Ну что, я надеюсь, вы поставили этому видео уже лайк заочно. А мы начинаем. Let's go. Ну, где фунт? Ура! Громче можем! Привет, Мия, мы с тобой здоровались, но поздороваемся еще раз. Ну что, 50 хейтеров. Ты условия шоу знаешь? Да, можно я поздороваюсь со всеми? Во-первых, всем привет. Огромное спасибо, что пришли. Я бы не тратила время на тех, кто мне не нравится. И никогда это не делаю. Поэтому вам огромный респект. Спасибо, что потратили свое время и пришли сегодня. Я так чувствую, что у вас ко мне накопились вопросы. Я надеюсь, что мы вместе сегодня найдем ответы. И я вам все готова рассказать. Окей, ты знаешь условия. Если есть какой-то вопрос, на который ты не можешь ответить, тебе придется дать 5000 рублей. Хорошо, без проблем. Но мне кажется, я на все отвечу. Ну что, раз ты готова, хейтеры, вы готовы? Да! Кто готов взять на себя ответственность и начать? Почему на пародии, которые имеют лишь в развлекательный контент, ты угрожаешь судом? Да, некоторые факторы могут показаться оскорбительными. То лимонад со вкусом говна получился объективно так себе. Я крейзи, потому что думаю, что это будет продаваться. Но снимая на такую платформу, как ТикТок, и снимая на такую большую аудиторию, нужно было изначально понимать, на что ты идешь. То есть в интернете сидят разные люди с разным мировоззрением, и не всем твои действия могут нравиться. И ни один блогер не оскорбился на пародию на себя, в то же время, как ты пишешь комментарий, как «Дело передано юристам, жди». Это ли не смешно? Ну, благодарю за вопрос. Артист – человек очень эмоциональный. И я тоже суперэмоциональная. Я могу сейчас смеяться, через пять минут плакать. И действительно, некоторые пародии меня обижают, потому что я вкладываю всю душу во все, что я делаю. Но в настоящий момент я понимаю, когда, знаешь, уже чуть-чуть успокоюсь, я понимаю, что пародии очень сильно продвигают, в том числе и меня как персонажа, и мои лимонады. И главное, что все начали это обсуждать, наконец-то. Все меня вспомнили, да, будем честны, спустя год. Пародии вот этой девочки набирают огромное количество просмотров, поэтому в целом мне это идет в плюс. И фраза передала юристу, она уже стала некой мемной фразой. Поэтому, мне кажется, я даже своего рода создала такой еще определенный виток. Обижаюсь ли я на пародии? Нет. Глобально нет. Спасибо большое. Расскажи, пожалуйста, как вообще живется вот в этом всем ощущении, то, что от тебя отвернулись все русские артисты, многие зрители от тебя отписались. Вот как будто бы на данный момент ты являешься неким отбросом медиа-сегмента. Благодарю за вопрос. Но я действительно не считаю, что я отброс медиа-сегмента, потому что у меня вырос гонорар, я выпустила лимонады, вышла моя кола, у меня берут рекламу, я даю концерты, я езжу, путешествую, смотрю мир. И то, что мы не общаемся с некоторыми артистами, это нормально, они не обязаны меня любить, но своим поведением в этой ситуации они показали мне свое лицо, и тем самым я смогла отсеять людей, которые в моей жизни неверные. А может, они ошиблись. Но на самом деле, вот те, кто высказывались, мы сейчас пересекаемся на разных мероприятиях, и они ведут себя, как ни в чем не бывало, чтобы вы понимали, это так странно и смешно. Если ты считаешь по-другому, это твое право. Но у меня все хорошо. Нет, но при этом всем. У тебя же за последнее время нету как таковых фитов, которые бы залетали. А я не хочу фиты. Я отказываюсь от фитов, потому что я считаю, что я должна сама, как артист, сделать что-то достойное, чтобы потом не сказали, что я прицепом кому-то прицепилась, чтобы быть популярной, или чтобы оставаться на плаву. У меня такой вопрос. Почему ты не можешь просто извиниться перед девочкой-квадробером? Ведь ситуация была в том, что не как ты относишься к этому занятию, а в том, что ты публично унизила ребенка на сцене. Ты тут у нас котенок, и ты квадробер, геройка. Кто-нибудь еще это поддерживает из вас? Ой, квадробер эти, я думала, это вот сказка. Казалось, что это существует. Почему ты продолжаешь стоять на своем, и все больше закапываешь себя в эту яму? Я увидела классную, красивую девочку, и я ей об этом сказала. И это был мой главный посыл, что ты красивая. Ты же человек, малыш, ты красивая девочка, посмотри какая, зачем тебе быть кошкой? Нет, ну, суть же в том, не в красоте во внешности, а в том, что ты могла нанести травму ребенку, потому что многие блогеры потом пытались как бы водить ее в какие-то места, чтобы она забыла об этой ситуации. Невозможно нанести травму ребенку после слов «ты красивая». Мне кажется, это очень странная травма, нет? Ее же начали унижать после того, как ты сказала про то, что, ну, ты что, квадробер, это же ужасно. А ты считаешь, что это нормально? Нет, ну, есть разные виды, как бы, квадробер. Одно дело, когда он, ну, как бы ходит в туалет на улице, другое дело, когда ребенок просто надевает маску и говорит, что я там кошечка или собачка, потому что ее мама, насколько мне известно, потом говорила, что она просто ходит в маске и ничем таким странным не занимается. Я с тобой абсолютно согласна. Я думаю, точно так же. Я начиталась в интернете огромного количества информации об этом. Мне попадались ролики, что делают задания, где заставляют там скушать кошачий корм или еще что-то. И дети, как раз таки с неокрепшей психикой, о которой ты сейчас мне пытаешься донести, только в сторону того, что я могла ее обидеть, они готовы это делать, чтобы их приняли. Чтобы их приняли в тусовку. А их и так могут принять, потому что девочка красивая, потому что она молодец, потому что она просто есть, понимаешь? Теперь давайте просто о квадроберах поговорим, раз уж на то пошло. Если вы занимаетесь этим искусством, назовем так, да, с позволения, если вы понимаете, что вы тратите на это увлечение два часа в день, это спорт, вы там прыгаете, да, потом снимаете маску и идете по своим делам в школу или еще куда-то, то это ок. Но есть квадробинг, который навязывает ложные ценности. И я в шоке от того, что можно ходить в туалет в лоток, мяукать, кусать людей. Но я же несу ответственность за свою аудиторию, я несу ответственность за то, что я говорю. И я еще раз хочу поддержать эту девочку. Марьяна, ты красотка, оставайся с собой. И я тебя всегда жду в Москве, если ты захочешь приехать ко мне и поговорить. За вопрос тебе огромное спасибо, мне давно хотелось на него ответить и честно с вами о нем поговорить. Вот у меня вопрос. Смотри, там из-за того, что это вырезка, не совсем понятен контекст, с чего это конкретно началось. Вот типа, девочка искала маму. Девочка потерялась. Вот первое, что ты сделала, ты начала говорить про вот комплимент девочки и про квадропинг, или вы все-таки нашли маму? Нет, мы начали искать маму, но потом выяснилось, что она специально вышла, что у нее такой прикол. Это был пиар мамы? Это был пиар, я не знаю кого, но это, я не могу утверждать. Дело в том, что до того, как вышла эта девочка, еще три раза мне на сцену выводили потерявшихся детей. И возможно, кто-то из них действительно потерялся, а кто-то нет. Ну как бы то ни было, если это был пиар, то он удался, и девочка стала популярной, у нее в тиктоке просмотры пошли, и я ее поздравляю с этим. Вот если бы у тебя была возможность вернуться в то время, вот сейчас, в ту ситуацию, ты бы сделала все то же самое, или все-таки какие-то бы слова убрала? Ну я бы изъяснялась более точно. Если не сложно, что бы ты сказала? Оставайся с собой, ты такая красивая. То есть про квадробинг ты бы ничего не сказала? Ну я бы не стала говорить, наверное, слово «не дай бог», потому что это прозвучало как осуждение для всех. Хотела ли я осудить? Нет. К добавлению к девочке, у нас скорее к тебе вопрос, почему ты сразу не извинилась и топила до того вам? Я не извинилась, потому что извиняются тогда, когда чувствуют вину. Но ты только что сказала, что ты жалеешь о слове «не дай бог». Я не жалею вообще ни о чем в своей жизни, потому что все, что происходит, оно должно с нами происходить, и так и должно быть. Это все к лучшему. Так почему не извинилась сразу? Я вину не чувствую, я чувствую ответственность, и ответственность в том числе за свои слова. И для меня это урок, чтобы впредь думать еще более серьезно, что говорить и как говорить. Но вины я за собой не чувствую. Мы поняли. Так почему не извинилась все же сразу? Ты прогревала аудиторию? А я в целом не извинилась. Я же потом тоже не извинилась. Но ты признала ошибку и была готова поговорить, встретиться, как-то уделить. Нет, это все клевета. В плане? Ты об этом писала? Мы не писали. Мы не писали, девочки, моя команда не писали и не предлагали встретиться. Это клевета от СМИ. Меня просто никто не спрашивал. Если ты не извинилась, то значит ты до сих пор считаешь, что ты права. Я считаю, что я несу ответственность за то, что дети могут выходить на моем концерте в костюме квадробера, а потом пойти в школу спокойно, пописать в лоток, покусать прохожих. И для того, чтобы этого не было, я попыталась сгладить ситуацию, сказать, что она красивая, но, пожалуйста, не занимайся этим. Есть много крутых занятий. Я не откажусь от своих слов, что бы вы сейчас ни говорили. Мне просто страшно за то, что человек может таким образом обидеться еще больше, углубиться вот в эту субкультуру. Мне только за это грустно, что я эту тему пропедалировала, и она выросла еще сильнее. Теперь мой вопрос. Так, это был не твой вопрос? Нет, я просто продолжила мысль, прошу прощения. Твое тело полностью сделано хирургами. Ты это скрываешь, но при этом ты позволяешь себе шеймить свою сестру, шеймить маленьких девочек за внешний вид, за вес и так далее. Поэтому такой очень грубый вопрос. Каково тебе живется такой лицемерной тварью? Благодарю вас за вопрос. Кстати, как вам моя фигура? Хирурги молодцы. Ну, то, что ты говоришь, что мое тело полностью сделано, у тебя есть какие-то доказательства? Фото до, после. Хорошо. А что у меня сделано? Можешь, пожалуйста, сказать? Филлеры вот в этих частях подбородок, нос. Насчет, ну, не видела тебя в бикини, не могу сказать насчет пересадки жира, но в какой-то момент ты похудела на 10 или на 20 килограмм за месяц. Я похудела на 15 килограммов, потому что меня очень сильно шеемили, я просто перестала есть. Во-вторых, единственное, что у меня в лице есть, это в губах гиалуиронка. Все. Я каждый день делаю себе массаж лица. На филлеры массаж лица делать нельзя. Поэтому, ну, типа... Ну, тут только сослов. Ну, да, это мне без разницы. Ты можешь верить? Так к шеймингу вернемся. Ты говоришь, что я шеймила свою сестру так, и как живется мне лицемерной твари. Ты все время что-то ешь. Ну, это да. Ты сейчас сколько весишь? 59. А, ты весишь больше, чем я, Лиза. Да. Это ненормально. Я считаю, что тебе нужно весить 55. Ты действительно думаешь, что я из семьи, в которой пять детей, и я старшая, я буду шеймить свою сестру за лишний вес. С учетом того, что я сама страдала, от этого ничего не ела, что я толстая, жирная. Ты думаешь, что я действительно на серьезных щах буду свою сестру шеймить? Это полный бред. Сестра пришла ко мне, Лиза, и говорит, ты меня продюсируешь, что мне делать? Я говорю, Лизонька, ну ты сама что думаешь сделать с собой? Она говорит, пожалуйста, меня очень сильно хейтит в ТикТоке, можешь мне сделать нос? Она просила нос у меня 5 лет. Я говорила, как только тебе 18 будет, ты вся сформируешься, тогда можно делать нос, пока нос делать нельзя. Когда я стукнула 18, я ее отдала хирургам, ей сделали нос. Это была ее мечта, она себя так полюбила, что на этом фоне она еще и похудела. Видео, за которое вы меня все подтянули, мы договорились. Вы можете это спросить как бы у нее, у кого угодно. Это было постановочное видео для комментариев. Окей, а, то есть байт, просто байт. Да, это был байт, и чтобы она, ну она планировала похудеть. Но выглядело лицемерно. Ну, я сожалею, что тебе так показалось. Вот мне интересно, ведь по факту вы, я так понимаю, сделали байт, вы договорились заранее до съемок. Она хотела похудеть, да? Да, да, да. Но если говорить об ответственности за аудиторию, получается для аудитории это выглядит странно, что ты шемишь свою сестру, и сестра это хавает, и это типа норм. Как бы, если говорить об ответственности, то это тоже не самый ответственный, на мой взгляд, поступок. Я сожалею, что это так выглядело. Самое главное для меня это то, что моя сестра счастлива, то, что она себе нравится. И пишут, кстати, что она поет круче меня, и я этому рада, потому что она действительно поет круче меня, у нее голос намного сильнее, чем мой. Я очень верю в то, что у нее все получится. Но ответственность, это правда жестко важная тема. Но шеймить родственников прилюдно, это плохо. Я это поняла. Даже для байтов. Да. Такого байта больше не будет. Мия, привет. На самом деле, мне нравится твое творчество. Я за ним слежу очень много лет. И всегда хотел узнать, у тебя щавель или персик? Что, что, что? У тебя щавель или персик? Я люблю маракую. Зачем вы заставляете меня стыдиться? Я люблю маракую. А ты что имел в виду? Какой интересный вопрос. Ну, представь на секунду, вот представь, на самом деле, это жестко смело, хоть это отвратительно жестко, но представь, вот человек, который пишет комментарии, хейтер. Он же реально такие комменты пишет. И тот факт, что он озвучил его, это просто... Это вообще нет. Давайте просто ему поаплодируем. Я не буду. А будет ответ? Ну, тебе надо как-то отвечать. Слушай, версий там много, как можно назвать. Щавель, персик, еще вареник называют, да? Пирожок. Но я певица, я просто в этом не эксперт. Я точно не могу сказать, как это называется и как смешнее будет. Думайте, как хотите, как вам удобно. Я просто не знаю даже, как на этот вопрос ответить. Это никак. Назови, просто думай. Давай тогда персик, я просто фрукты больше люблю. Я хотела вернуться к теме с лимонадом. Если я не ошибаюсь, то ты представила свой напиток 26 июня, который ты говорила, что разрабатывала со своей командой 7 месяцев. Целых 7 месяцев мы с моей командой разрабатывали этот продукт. В итоге потом узнали, что он уже продавался на протяжении года. И плюс он сначала позиционировался, как без сахара, а после этого в него стали добавлять сахар и даже не сказали никому об этом. И вот я хотела спросить, ты вообще пробовала то, что ты произвела? И тебе плевать на здоровье твоих фанатов, да и в целом на здоровье людей. Первое. Разрабатывали 7 месяцев. Это правда. Разработка занимает определенное количество времени. Но какие 7 месяцев? Эти 7 месяцев могут быть 2 года назад, а могут быть год назад, а могут быть прямо сейчас. Просто сам отрезок разработки 7 месяцев. Второе. Всегда, когда производится продукт, он идет на тестирование в определенные точки. И далее собирается обратная связь от людей. Вначале хотели сделать полностью без сахара. Но знаешь, что сказали люди? Что не сладко. Поэтому пришлось добавить туда немного сахара. И этот сахар у нас меньше, нежели в остальных лимонадах. И мы тут же поменяли этикетку. Сейчас у нас указано везде, что есть сахар. А занеси-ка сюда лимонады всем, дай попробовать. Я всем принесла же. Просто если вы попробуете, мне будет приятно. Я сама знаю все свои вкусы. Я пробовала лимонады, и буквально недавно вышла кола моя. И мы участвовали в разработке от и до. И это нормально, когда задаются такие вопросы, потому что вы, как люди, не участвующие в создании бизнеса, можете не знать таких нюансов. Это абсолютно нормально. Я тоже их не знала. А я смотрю, ты подготовилась, да? Ты знала, что про лимонады задавать вопросы. Я просто хотела, чтобы все попробовали, потому что много было комментариев. Но ты же понимаешь, что это хейтеры? Они вот принципиально не скажут, что это хороший лимонад. Да пофиг, я готова. Вот давайте попробуем честно оценить лимонад, раз он уже здесь. Я тоже в свою очередь попробую. Ну сейчас важно, если не понравится, то это будет... Ну скажите, да, но если не понравится, говорите правду. Тогда поднимите руку те, кому понравился лимонад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, Это те, кому не понравились? Шесть, девять, десять. Кому понравились? А, понравились? Десять человек. И теперь кто попробовал колу? У кого кола? Поднимите руку. У троих. Теперь поднимите руку, понравилась она или нет. Один человек с трех. Но я скажу так, я люблю Доктор Пеппер только. Я не люблю Кока-Колу даже. Если я ее пью, вот как раз таки писать. А я любила колу. Теперь пробую я. Окей, let's go. Короче, это кола с клубничным вкусом. Такой еще не существовало до этого. Это правда, ее не было, ну согласись. Ну, во-первых, я скажу, что она не очень сильно газирована. Как будто бы. Я люблю, когда более газирована. Напоминает компотик. Не скажу, что невкусно, но если бы у меня был выбор между Доктором Пеппером и этим, я бы все-таки остался на своем. Ты бы не изменил ему. Да, да, да. Вот я тебе скажу так, мне вот это нравится больше. Серьезно? Да, мне нравится аромат. Аромат мне нравится. Это клубничка. Поплачено. Нет, я кладу руку на сердце, что не проплачено. Я бы просто, я бы не потянула, если бы проплатить нужно было. В любом случае, спасибо вам за обратную связь. Если кому-то не нравится, это значит, что мне есть над чем работать и я постараюсь улучшить свой продукт. Это вообще только самое начало. Есть куда расти. Спасибо вам большое всем. Окей, ну что, попили водичку? Попили лимонадик? Теперь давайте вопрос. Мия, привет. Недавно ты высмеивала девочку-квадробишу. А как ты оправдаешь свой музыкальный клип «Капкан», где ты в костюме русалки? Интересно. Хорошо подметил парень. Я люблю детские сказки. Ну и если ты помнишь, мой образ был с синих волос, очень запоминающийся. Но если ты заметил, то больше ты меня нигде не видел в таком костюме, только в клипе. Гораздо более провокативнее получился клип «Гагарин», где я лысая. Тем не менее, мне важно, как я сейчас выгляжу. Я с собой очень довольна. И я даже распечатала, просто чтобы вы наглядно увидели. И даже наглядно для себя я это сделала, потому что мне психолог дала задание. Вот как тебе такое? Ну, сколько тебе здесь лет? Лет 23. Вот. То есть я такая полненькая. Как было все ужасно, так и осталось. А теперь я выгляжу вот так. И я себе нравлюсь так больше. И если люди есть, кто пишут, что было круче, и сейчас ты стала неприметной, спасибо вам за мнение, но мне вот сейчас, как я выгляжу, нравится больше. Я себя полюбила, я себе понравилась, я работала над собой, чтобы так выглядеть. В посте, который ты публиковала 5 сентября, в свой канал была такая фраза, что ты всегда в полной мере осознавала свою ответственность за посыл, который ты транслируешь массы. Хорошо, тогда ты также в полной мере осознавала свою ответственность, когда все свои клипы, песен «Бабочки» и «Гагарин» снимаешь крупным планом свои ягодицы и снимаешь себя в одном бодзе. Или ты полностью осознаешь свою ответственность, когда говоришь про то, что квадробером разрешили сидеть в школах на лапах, хотя ни одного конкретного случая так и не упоминалось. Ты полностью осознаешь свою ответственность, когда врешь про убийство якобы квадробера, переврав полностью историю. Или когда ты на федеральном канале, а именно на съемках «Камеди Клаб», показываешь российский жест и говоришь, что обязательно все китайцы будут слушать твои песни. Ты так несешь за подрастающее поколение и за себя ответственность? Если вы думаете, что это касается только китайцев, вот этот знак, вы глубоко ошибаетесь. Это был камень в огород всех азиатов, которые живут на территории Средней Азии и живут в России. Тебе не кажется, что ты не имеешь права что-либо говорить за подрастающее поколение, когда в своем возрасте позволяешь себе врать, расизировать и сексуализировать себя в клипе, который ты транслируешь и предназначен для детей, транслируя все это в свои возрастные аудитории? Благодарю. Какой вопрос? Очень. Я вас, наверное, сейчас огорчу, но мне не кажется. То есть ты хочешь сказать, что ты имеешь право предъявлять другой России людей, как сказать, то есть внешности людей можешь предъявлять, показывать жест российский на канале, можешь делать имеющийся на это право? Вы правы в том, что разные инфлюенсеры делают разные поступки, которые несут в массы и за которые потом несут ответственность. И все, что я делаю, я потом несу за это ответственность. Но ты никак не прокомментировала этот момент, то есть все говорили извинись за то, что ты показал российский жест, предъявляли многие иллюзии, но ты просто показала этот жест и все, никакой информации потом не было, ну ты просто выступил с этой. Право молчать я использую так же, как и право говорить, и сейчас я воспользуюсь этим правом. То есть ты выбираешь молчать? Да. Хорошо. То есть ты, получается, не отвечаешь на вопрос? Я отвечаю на ваш вопрос тем, что я использую право молчания, когда хочу. А когда хочу, говорю. Хорошо. Извините, если я вас разочаровала. По мне это не ответ. Это не ответ. Пять тысяч. Пять тысяч. Пять тысяч. Обожаю. Ну, попробуй развернутое, более развернутое ответить. Прости, пожалуйста, но ты понимаешь, что своими вот этими поступками, как бы, ты сама говорила в шоу, например, в разных, то, что ты, ну, несешь ответственность как раз именно за детскую возрастную аудиторию. Они, считай, растут, так скажем, смотря тебя. Ты понимаешь, что видев в интернете про тебя информацию о своем мире, так скажем, они могут брать из-за тебя пример и также могут создавать так же, когда вырастут такие же клипы, тряся своими ягодицами, ну, и так далее. Есть, к сожалению, информация в интернете обо мне, которую я удалить не в силах. Я не могу ее удалить. И есть вещи, которые я бы не стала делать. Но, когда ты ходишь под продюсером, то ты делишь ответственность с продюсером. Даже не с продюсером, а даже больше продюсер тебе говорит, что делать, а ты просто делаешь. Был ли этот образ чрезмерно сексуализированным? Да. У нас в стране изменились законы, и сейчас я веду себя достойно, и стоит быть скромнее. И я повзрослела сейчас. И если было это тогда, то что теперь мы всю жизнь меня будем за это притягивать? Я признаю, что некоторые вещи я бы не делала, но я не могу изменить прошлое. Это было и было. Но я тогда была не одна. Я делала то, что мне говорили. Сейчас я сама себе продюсер. Давайте немного поживем и понаблюдаем, что будет дальше. Я привела не только пример про сексуализацию, а про то, что ты наврала в своем посте буквально 5 сентября, где ты объясняла свою позицию про Кодороберов, переврав историю про убийство. Этого случая нету в сети. Я не нашла ни одного подтверждения, ни канала, ни какого-то в США выпуска новостей. Ничего такого нету. Это просто какая-то история с воздуха. Этого нету. Это вранье. Я понимаю, что ты хочешь быть права, и я даю тебе это право сегодня. Окей, ты права. Сейчас. Все, ладно. Хорошо. Ну, непонятно. Но, типа, смотрите, если она говорит, что ты права, значит, она признает, что она была не права. Правильно? Ты была не права, получается? Это не так. Подожди, а как? Я просто говорю, что человек имеет право считать так, как она считает. Все. Я имею такое же право. Извини, пожалуйста, но так-то ты могла в тот момент, например, попросить людей, которые, ну, твоя съемочная группа, например, про клип просто сказать, нет, я не буду снимать, вот именно, тряся своими ягодицами. Милая, мне в тот момент нужен был такой продюсер, как ты. Вот тогда бы у меня все было хорошо. Тебя рядом не было, поэтому я трясла, извини, ягодицами. Поедешь со мной на следующую съемку? Поехали. Хорошо. Ладно, вопрос. Я правильно понимаю, у тебя нет возможности удалить что-либо, нет доступа, то есть, к тем старым клипам? У меня есть доступы, но эти песни мне не принадлежат, у меня их забрали. Все, что я написала тогда, у меня забрали. То есть, если бы у тебя была возможность, например, что-то удалить, где есть какой-то сексуализирован... Я бы удалила половину всех своих клипов, честно говоря. У меня было такое желание удалить половину всех своих клипов, но я не могу этого сделать. И также я понимаю законы шоу-бизнеса и рынка, что... Я понимаю, что хотел продюсер, я понимаю, что хотела аудитория, я работала в этих условиях, я это делала, я была готова ради какого-то успеха на это. Но у меня забрали эти песни, как бы смысл это... смысл уже удалять, все это уже видели, десятки миллионов уже посмотрели. Окей, вопрос. А какие бы клипы ты хотела бы удалить, если вот была бы такая возможность? Ну, я бы не все клипы удалила. Ну, вы что, не все? Все я бы не удаляла. Я бы удалила точно некоторые сцены, которые чрезмерно сексуализированы, потому что я сама, знаешь, ругала тех, кто подавал плохой пример аудитории и всегда против этого была. И в какой-то момент заигралась и не заметила, что я тоже так делаю, что я в чем-то тоже подаю плохой пример аудитории. Поэтому юбки у меня сейчас длинные, все прилично. Конкретнее, какие клипы? Попробуй вспомнить. Так, это давно уже было. Вот, например, клип Гагарина. В Гагарине, я могу сказать вам, в Гагарине я иду в боди и у меня там видно типа пятую точку. И я так себя некомфортно чувствовала на этих съемках, я так стеснялась, я просто постоянно потела, мы снимали где-то 30 дублей, я очень неловко себя чувствовала в этом. И когда ты так, и я думаю, что зрители это тоже почувствовали, просто когда ты являешься собой, и ты такой есть. Вот знаешь, есть такие певицы, то они это свободно, раскованно делают. А когда ты пытаешься казаться тем человеком, кем ты не являешься, это всегда вообще в плохую сторону выводит тебя и плохую шутку с тобой играет. Поэтому вот тут я бы точно так не выходила. Плюс с учетом того, какая у меня строгая семья и как меня воспитывали, папа увидел этот клип и потом сказал всем детям не показывайте маме. И мама до сих пор не видела, потому что если мама увидит, все, это будет просто пипец. Окей, и еще момент, вот по поводу истории, какой-то американской истории, где нету подтверждения точного, то есть никаких доказательств. А откуда ты взяла эту историю? Я могу сказать честно и искренне, что у меня, как и у любого медийного человека, есть команда, и когда случается что-то такое громкое, как эта ситуация, команда подключается и помогает, что отвечать. И здесь это просто, видимо, недосмотр команды, а я была слишком взволнована, слишком перегружена тем, что со мной происходило. Я не спала по двое суток, ну то есть у меня не было сна, я не могла уснуть. И я очень сильно переживала вообще за все, за эту девочку. Я тут же отправила своего психолога, она просканировала, посмотрела, все ли с ней в порядке. Вот Даша сидит, стилист, она не даст соврать, мы все переживали, хоть бы сейчас что-то с девочкой не случилось, хоть бы она сейчас с собой что-то не сделала, не дай бог, это такая ответственность, это просто будет пипец. И поэтому, конечно, я волновалась. А команда, вот так вот, историю мне эту подсунули, и я не проверила информацию и ее написала. Если это не правда, если такой истории не было, то это для меня тоже урок перепроверять 10 раз даже за своей командой, даже за теми, с кем ты работаешь, учитесь на моих ошибках, и даже если это ваш близкий человек, проверяйте информацию, может быть, он не со зла, но может вас подставить тем, что просто даст инфу, которая в итоге окажется неправдой. Ты учишься на своих ошибках, значит, этот человек уволен уже, да? А, нет. Ну, не всех можешь уволить, например, со мной работает брат мой родной, вот его нельзя уволить, даже если что-то не так он сделает, то у нас, знаешь, все равно отношения такие брат-сестра. Я понял, сложный разговор просто начнется, в котором нужно понять, кто виноват и так далее. Ну, и я все время очень много шансов даю людям, и надеюсь, что они справятся, и, возможно, это тоже моя слабость, но часто люди реально исправляются, и классно все потом. Ну, то есть, получается, ты признал этот факт, что эта история не имеет... А я не знаю. Ты не знаешь? Я до сих пор не... И мне кажется, что это правда, но вы говорите, что это неправда. Я думала, я искренне верила, что это правда, потому что я потом еще несколько таких видела где-то в бросах. Привет, Мия. Спасибо вначале, то, что лайкала видосы, где я тебя обсирал в ТикТоке и комментировала. Вопрос. Ты раньше дружила с инстасамкой, но потом что-то пошло не так, и ты начала про нее говорить всякие гадости, хотя ты сама ниже ее на много раз. А как она живьем поет? Она не поет. Ну, она начала петь живьем. И что? Очень плохо. Почему ты перестала общаться с инстасамкой, и почему ты завидуешь ее успеху и питаешься за счет ее хайпиться? Обсираешь ее песни, там, за деньги, да, высмеиваешь, хотя у тебя песни там про Пикачу, то, что ты хочешь с Пикачу. Почему? Ты так прав, я ей так сильно завидую. На самом деле, у нее крутая песня, я ни разу эту песню не обсирала. Я же ее спела, и спела, потому что она мне нравится. Я подумаю, потом скажу сразу, да, за деньги, да, за деньги, да. На шоу Ярушина ты говорила, боже, как это можно петь? После этого ты начала его подпевать. Ну, я... Ну, потому что там одна нота, это другое. Она же читает рэп, а я пыталась петь. И я часто в машине слушаю ее песни, поэтому тут не надо, я вообще ее не хейтила. Просто у девочек иногда случаются определенные терки, и они начинают что-то друг к другу вкидывать. Вот и все. Но я никакого зла ни на кого не держу. Абсолютно с уважением отношусь и к ней, и к ее творчеству. А ты не ответила, почему вы перестали дружить? Вы раньше дружили. Тут я не могу, не могу я ответить на этот вопрос. Я готова дать пять тысяч. Просто я не могу ответить на этот вопрос, потому что... Да, можно поаплодировать. Разберемся в конце съемки. Я не могу ответить на этот вопрос, потому что, когда люди имеют определенный диалог и у них определенные отношения, то без участия этого человека в ответе на этот вопрос это некрасиво. Если она бы сидела здесь, мы бы ответили на этот вопрос. Но так как ее рядом нет, я не могу за нее говорить. Поэтому, Даша, классные песни. Мия, ты всегда говорила, что ты самостоятельный артист. Помню, было твое высказывание на эту тему. Но при этом ты всегда находилась под продюсированием и сейчас под ним находишься. В чем заключается твоя самостоятельность? Если даже на съемках клипа ты не могла ограничить свои какие-то права, мы же все-таки можем сказать, что мы не хотим этого делать. Но ты же не сказал, что я не хочу там показывать свою попу на камеру. Сказала. Но при этом оно же вышло. В чем самостоятельность заключается? Ну, я не могу обсуждать условия договора, которые подписывала тогда, потому что я не имею права обсуждать то, что под Индией находится. Причина там. А сейчас кто у меня продюсер? Вы правда так думаете? Потому что встречаетесь. Ну, очень приятно. Это не так. У тебя сейчас есть продюсер? Нет. То есть ты самостоятельный артист? Сейчас я самостоятельный артист, слава богу. Можно, пожалуйста, поаплодировать сейчас? Потому что я сейчас самостоятельный артист, который сам выпускает песни. Я очень рада. И я знаю, что, возможно, сейчас нет громких хитов, но я над этим очень работаю. И просто сложнее, когда ты один, сложнее все держать в голове. Но я надеюсь, что все у меня получится рано или поздно. Но песни про покемонов я больше писать не буду. Я поняла уже. Прокачай свою мобилу. Получи 50 гигабайт и 2000 минут. Виси на проботе и покоряй просторы интернета с йота. Подключай максимум за 399 рублей. Ой, ну что? Мия, привет. Привет. У меня к тебе есть вопрос. Все мы знаем ситуацию, когда ты взяла нагло трек Инстасамки и спела его на шоу. И у меня есть к тебе вопрос. Ты не боялась последствий после этого? Потому что, как известно, ты нагло проиграла... Ты проиграла суд. И, ну, это позор. Суд проиграл Стас. Что касается каких-то личных заявлений в сторону Даши, мы были бы очень благодарны, если бы перед тем, как подать заявление в суд, нам бы позвонили лично и сообщили о своих намерениях. Но мы не вправе решать друзья за других. Это его программа. Он нес ответственность и сейчас там разбирается с этим. Но когда я пела эту песню, если вы видели программу, то там песни поют разных артистов, кавера. И для меня лично, когда ты поешь чужую песню, которая тебе нравится, это означает выразить респект автору и исполнителю. Я была абсолютно уверена, что эта версия ей понравится, потому что она понравилась огромному количеству людей. Я это делала от чистого сердца. А ты ожидала, что она на тебя в суд подаст из-за этого? Она на меня не подала в суд, она подала на Стаса. А не на тебя, Анастаса? Ну, какова твоя реакция была после этого? Нет, я не ожидала этого. Мы никто не ожидали. Но это ее выбор, это ее право, это ее решение. Честно говоря, я вообще не понимаю, как это возможно на кавер. По факту это же кавер. Причем, я так понимаю, в самой программе вы говорили о том, что это песни инстасамки. То есть там же есть какое-то упоминание об этом. Как это возможно? Как это возможно юридически? Это же просто кавер. Ну, авторские права, это такая сложная штука, поэтому... Очень сложная штука. Видимо, ты настолько идеально спела, что, получается, попала по всем нотам абсолютно. Спасибо. И знаешь, типа, если за шазамисть твой кусок, это, получается, определяется как инстасамка. И еще вопрос. Как тебе моя футболка? Мы вот с другом очень постарались, хотели, чтобы ты заценила. Классная футболка. Только там ни глаз не видно, ни носа, ничего. Да, чуть-чуть не проработано. Как будто непонятно, кого вы запретили. Да. Ну да, я сразу не понял. Ну ладно. Шучу, понял. Что за ситуация с шаманом на премии Муз-ТВ на красной дорожке? Почему была такая легкая реакция на то, что он не в щелочку никуда именно вот сюда вот поцеловал? Ты такая хихи и все. Это огромный лыжник, но это тоже неплохой. Я считаю, что лыжник. Привет! Вот мои выяснили. Вот мои выяснили. Я офигела, я смутилась, и я такого не ожидала. Причем на тот момент он был женат. И если посмотреть видео, то я покраснела, и я очень, конечно, удивилась этому. Я всегда, когда волнуюсь, я краснею, у меня пятна вот так вот выступают во всей шее. И я сразу побежала же туда припудриваться просто. Но это видео разлетелось по всем пабликам, набрало очень много просмотров. Я не знаю до сих пор, что это было. Было очень странно. Надо было вот так вот. Эй, шаман, ты что творишь? Вы клоните, была ли это постанова? Нет, я спрашиваю, почему такая легкая реакция была? Почему ты не сказала никак? Нет, ну ты понимаешь, когда ты на премии находишься, ты идешь туда блистать. Ну, это задача любого артиста. На тебя смотрят 15 камер со светом, фоткают все. И ты должна улыбаться, что бы ни произошло, даже если на голову фонарь свалится, даже если ты упадешь. Это задача артиста всегда держать лицо. Потом на этой же премии я вручала премию Асти. У меня было супердлинное платье, и когда я спускалась, я просто начала в нем запутываться и падать. И Пашу меня кое-как удержал, потому что я чуть ли не упала со сцены, просто со ступенек. И я улыбалась в этот момент, просто потому, что это задача артиста всегда улыбаться, когда ты на людях находишься. Но офигела ли я внутри? Да, я офигела. Я не понимаю, что это было. Но это было странно, очень максимально. Да, я согласна. Вот смотри, эта ситуация произошла, ты не была к этому готова. После этого, ты что-то написала ему? Ты как-то обозначила границы? Или не было никакого? Да, да, я спросила, что это было. Так. Я говорю, типа, что это было, что ты сделал? Он сказал, ты красивая девушка, типа, будь собой. Окей. Не знаешь, как приготовить вкусное блюдо? Или, может, хочешь просто посмотреть какой-нибудь сериальчик? Или хочешь просто посмотреть что-нибудь веселое? Не важно, ведь это все и многое другое есть в приложении ВК-видео. Тут реально можно найти все. Начиная от фильмов и сериалов, заканчивая футбольными матчами. И сделано здесь все очень удобно. Например, функция окно в окне и фоновый просмотр. Вы можете продолжить смотреть видео или даже оставить только звук, пока переписывайтесь с друзьями. Можно скачивать видео и смотреть их в офлайн. Это очень удобно для дальних поездок. Начните просмотр на смартфоне и продолжите с того же места на телевизоре или ноутбуке. Приложение ВК-видео обеспечивает бесшовный переход между устройствами с функцией смотреть позже или продолжить просмотр. Оставлю ссылочку в описании. Переходи и вскачивай приложение. Смотри видео в ВК-видео. Мухобойка, привет. Как тебе вопрос? Как ты оцениваешь свои умственные способности? Потому что твое творчество такое же пустое, как и ты сама. Я оцениваю адекватно свои умственные способности. Я не думаю, что я самая умная на планете, но я так и не говорю и не заявляю, честно говоря. Я пою, что у меня до лампочки. Ну, то есть, понимаешь, я и не говорю, что я умная. Поэтому умственные способности, ну, я давно школу закончила, я уж не знаю, тесты давно проходила, могу что-то не помнить. Но в целом у меня есть какая-то определенная чуйка, вот как в жизни двигаться, и это мне помогает. Что там по математике, мне вообще плохо. У тебя конкретно какое умственные способности? Ты же назвала своих подписчиков ведомыми и тупыми, вот у меня теперь к тебе вопрос. Ты должен воспринимать всю свою аудиторию как супер ведомых, тупых людей. Я назвала тех, кто верит в небылицы, своих подписчиков, я так не называла, но я же ответила на этот вопрос. Про кого я имела в виду? Про тех, кто не проверяя информацию, достоверность повторяет за людьми, которые безответственно о чем-то говорят и потом страдают из-за этого. Окей, спасибо. Да, спасибо большое. Ну, насчет умственных способностей, честно, я не знаю. Ты проходила на IQ? Мухобойка прикольная, есть еще биомойка. Как вам? Как еще раз? Биомойка. Биомойка? Я думала открыть типа мойку и назвать ее биомойкой. Ты когда-нибудь проходила тест на IQ? Вот я проходил. Я не хочу озвучивать, потому что там... Скажи! Ну, я вообще... Скажи, скажи, скажи. Я ставлю это тайной, мало ли там очень много. Ну, пожалуйста. Не, не хочу, не хочу. Там 100-бальная система у тебя. Там больше может быть 100. Ну, сколько? Я не буду говорить. Ну, скажи. Интересно, сколько у тебя... А я не знаю. Это не проходило? Я не проходил. Но на самом деле, мне кажется, это система, которая немного не так характеризует умственные способности. Все-таки она, наверное, больше на какую-то другую область в мозге отвечает. Мия, привет. Пришла тебя похейтить. Хорошо. Каково тебе быть абсолютной посредственностью и копировать практически полностью путь главной медиа-звезды в России Вали Карнавал? То есть ты встречаешься с рэперами, записываешь тупые песни с идиотскими рэп-ставками и абсолютно тупыми текстами. Потом ты срешься с Долиной. Очень сейчас ценится не просто среди там исполнителя, а среди людей. Это тембр голоса. Если тембр цепляет... Ну это вообще всегда ценилось. Он решает, он решает. А не только сейчас. Да. Ну, я знаю насчет сейчас времени, да, потому что я в нем живу. Ты реально затащил песню. Твой тембр. Я просто хочу понять, что Мия имеет в виду, как под словом «затащим». Может быть, вытащил? Может, все-таки вытащил? Мия же и судя «затащил». Русский язык очень богат. Каждое слово имеет свое значение. Это жаргон, это жаргон. Наш, в котором мы общаемся. Да, жаргни. Он жаргни. Почему? В русском языке есть слово «затащил». И сейчас ты что собираешься делать? Пойти на линейковый период, так же, как и она? То есть ты училась в УЗИ на бизнес-направлении, но все твои поступки говорят о том, что ты вообще не разбираешься в этом бизнесе. Ты просто делаешь все, что тебе говорит твой продюсер, лишь бы пробиться на эту какую-то вершину успеха, чтобы потом творить просто лютую дичь, унижать девочку. И я просто не понимаю, как вот ты говоришь, что ты для кого-то авторитет, но как человек, который ничего не сделал для своего успеха, просто делал все, что ему говорят, может быть авторитетом? Спасибо большое за вопрос, за такой длинный спич. А в чем я ее копирую? Давай по фактам. Валечка, привет. Валя любит мою песню «Гагарин», постоянно мне присылает видосы, как она ее поет, и мы в прекрасных отношениях. Только я не понимаю, в чем я ее копирую, мы абсолютно разные. Она типа такая красивая девочка. Ну, что она выпускает песни, с какими... Что я выпускаю, что еще куча артистов выпускают песни. Что она выпускает песни, где нет никакого неглубокого смысла, просто чтобы они залетели, что ты. И я вот думаю, где вообще в этом творчестве хоть какая-то суть? Слушай, если ты не видишь сути в моем творчестве, то и не углубляйся. Пойди послушай Валю. Ну, а не лучше ли делать что-то более осмысленное, чем просто ради того, чтобы залететь в черты? Иногда, может быть, и нет сути там для тебя. Слушай, если в моем творчестве нет для тебя сути, то, может быть, я не для тебя просто. А какая в нем суть? У меня суть в том, что я несу радость, я несу любви, смыслы какие-то. Говорю всегда на всех своих концертах, прям транслирую, чтобы верили в себя, верили в мечту, не останавливались. Даже если все вокруг скажут, что у тебя ничего не получится, иди до конца, пробуй, и у тебя обязательно все будет, если ты не остановишься. Те, кто ходит на мои концерты, они это знают, и родители благодарят, и детки тоже, все рады. Но если для тебя нет сути, то, значит, может быть, я просто артист, который не для тебя, это нормально. У каждого есть своя аудитория, я не обязана нравиться всем. Но то, что я повторяю за Валей, это полный бред, потому что я за ней вообще ни в чем не повторяю. Ни песни у нас не похожи, ни внешне мы не похожи, ни в ледниковый период меня звали, я не пошла, потому что я кататься не умею. Зачем мне заниматься тем, что я не умею позориться? Ну, как бы, я бы опозорилась, нафиг мне это надо. Я как бы хочу двигаться по шоу, где нужно голос показывать, потому что я петь могу. Ну, хорошо. Знаешь, я считаю, это хороший посыл, и то, что ты сказала, это действительно очень хорошо, но мне кажется, нужно больше об этом заявлять в своем творчестве и как-то более... Скажи, малыш, мне, пожалуйста, на милость, а если я буду петь песню «Верь в мечту», кто-то будет это слушать в современном мире? Ну, типа... Может, попробовать? Давайте попробуем. Да, почему бы и нет? На чем я сидела только ради цифр. Ты знаешь, с чего я начинала? Я начинала с таких песен, но их не слушали. А когда я придумала «Ананас Адидас», охренеть, как оно разошлось, представляешь? Я поняла, что аудитория это интереснее, и я начала писать, как «Ананас Адидас». А знаешь, почему? Потому что я хотела из квартиры, где я жила с тараканами, выбраться, и хотела, чтобы у меня были деньги родителям отправить, брату и сестрам, и просто, чтобы я покушать могла что-то большее, чем доширак. Именно поэтому я начала писать такие песни, как «Ананас Адидас», потому что они понравились людям. То есть единственный способ — это петь про «Ананас Адидас», получается? Нет, я сейчас же пробую разные песни. У меня вот вышел недавно народный альбом, и там есть несколько песен, которые прям очень хорошо стримятся. Стриминг — это прослушивание, это когда люди слушают, это называется стриминг. И у меня есть там песни другие, уже не как «Ананас Адидас». Сейчас выйдет новая песня 1 ноября, она тоже не похожа на «Ананас Адидас». Я эволюционирую и расту, но, к сожалению, не все это видят, и не всем это нравится. И это нормально. Кто-то отсеется, кто-то новый придет, более взрослая аудитория приходит. И это нормально, такой некий круговорот. Вот вопрос, ты сказала про то, что находиться в одном образе тяжело, а сейчас ты настоящая. То есть сейчас у тебя нет никакого образа. Вот у меня мой цвет волос родной. Просто вот знаешь момент, что когда ты поешь песни про «Ананас Адидас», ну естественно, ты понимаешь, на какую аудиторию это нацелено, на детей. И естественно, что-то продвигать для детей чуть проще, чем для взрослых, потому что там нужна глубина, там нужна что-то, какая-то мысль, какая-то сложная. Возможно, не получается, потому что опыт нужен больше, типа в том, чтобы продвигать какую-то глубину и мысль. А детские песни, возможно, реально проще делать. Конечно, детские песни писать проще, потому что детям нужна просто веселая мелодия, классный яркий образ и искренний человек. Дети чувствуют очень фальшь, и если ты искренний и добрый, они тебя в целом воспринимают классно. Это как, знаешь, персонажи мультфильмов, когда дети видят злого персонажа, они чувствуют, что это злой персонаж. Но не только дети видят фальшь, все видят фальшь сразу. Все люди вообще это чувствуют сразу. Я не всегда чувствую, когда меня обманывают. Это обманчивая тема. Вот я когда-то думал о том, что вот если находиться в образе, придумать себе какую-то идею, и люди, типа, заметят ли они это? Вот они замечают сразу. Правда. Просто часть людей просто хавает. Им типа, ну норм, мне прикал этот образ, я буду смотреть. Хотя они сами понимают, что это просто образ. Я бы не сказала, что хавают, это достаточно жестко звучит, но сейчас на моих концертах четыре поколения. Это бабушки, дедушки с детьми, с внуками и родители, и их отцы. Получается, эти люди все приходят и знают мои песни. Как так случилось? Да, действительно, вначале дети начали слушать, потом подтянули родителей, потому что родители хотят быть на волне со своими детьми и интересуются тем, что смотрят дети. Потом бабушки с дедушкой увидели меня на первом канале, и в итоге они все приходят на мои концерты, и у меня есть песни абсолютно для всех. И не знаю, мне кажется, это намного круче, чем когда я просто для детей была. И на одном из концертов была такая ситуация, когда я пою, и папа сидит и кричит на первом ряду, один, ну папа, одной из девочек, и кричит, давай, Гагарина, мы всем заводом его слушаем. Я так офигела, это было так приятно. Потому что я помню те годы, когда я выходила, и меня взрослые вообще не воспринимали. И я хотела расти, чтобы, ну да, это риск, во-первых, то, что я так сделала. Потому что так я не сильно запоминаюсь, наверное. Поэтому сейчас мне нужно очень сильно поработать над репертуаром, чтобы мое творчество уже цепляло, нежели образ. Потому что тогда, скорее всего, вперед шел образ. Для детей яркий, а потом уже песни. Забыла, хотела вам сказать, 15 марта мой сольный концерт, и там я буду с синими волосами, там будет часть, где я с синими волосами буду петь песни, которые полюбила так много людей, так много детей. И поэтому, если вам нечем заняться, приходите 15 марта в Москве на мой сольный концерт. Поднимите руку, кто идет на концерт. Нет! Ладно, давайте дальше, а то сейчас меня начнут привлекать сразу за проплаченные истории. Мебок, привет. Во время твоего выступления... Как ты сказал? Мебойка. А, я думала, ты как-то еще придумал еще что-то. Ну, мне лень было думать. Ты выступала в городе Ивантеевке на дне города. Ты попросила охрану вывести людей, которые пришли в масках зайцев и в масках кошек. Но тех ребят, которые кидали в тебя камни либо вещи, ты их не просила вывести. Нет, я... Я попросила вывести именно тех, кто кидали ботинки. На меня... устроила... Открыл сезон охоты твоя охрана. Ты там был, да? А, это ты мне знак неприличный показывал, да? Я не мог не прийти сюда. Он просто стоял весь концерт вот так. Ты прикольный, но ты не представляешь, как это тяжело выступать, когда просто несколько таких стоят, и они весь концерт. Я говорю, у меня мысль про мечты, я задвигаю, я теряюсь в этой мысли, потому что чувак стоит вот так. Просто весь концерт. Но благодаря тебе я точно стала сильнее и спокойнее, но это вот, когда только все началось, это был первый концерт после этой ситуации. Я просто, я не понимала, у меня слова путались. Почему ты так сделал? Почему ты так стоял? Ну, может, внимание хотел привлечь? Нет, скорее всего, ну, я стоял, потому что ты оскорбила, скажем так, тем самым девочку. Мне неприятно это стало, неприятно стало моим ребятам. Если ты заметила, там весь угол стоял с такими жестами. Ты ее защитить решил, да, таким образом? Это красивый жест. Можно поаплодировать. Даже несмотря на то, что жесткий, настоящий мужчина. А ты не хочешь снять маску? Нет. Почему? Потому что ты кинул тогда в нее камень? Или ботинок? Нет, я ничего не кидал, потому что это неприлично. У меня брат сам выступал на сцене. Спасибо огромное, что я просто весь концерт шугалась, что в меня прилетит что-то, в меня там уже ботинок прилетал. Мне там прилетело что-то, да? Друзья, у меня стали танцы, и все в порядке. Вдруг ты текила, просто ей интересно, понимаешь? Нет, я хочу станцию на нему. Хорошо, ладно. Окей. Но я верю, что там под маской красивый человек. Окей, кто готов сейчас реально жесткий сдать? Вот честно, вот пожалуйста, покляните, что это будет жесткий вопрос. Хорошо. Я надеюсь на тебя, я верю в тебя. Мне встать? Меня привет. У меня есть подружка одна, она очень сильно болеет. К сожалению, она не может сюда прийти физически, и она нарисовала для тебя вот такую вот масочку. Могу ли я тебе ее передать? Можешь, конечно, передать. Как зовут подружку? Юля. Юля. Спасибо. Очень красивая. Она сама... Дай воду, тварь! А теперь сам вопрос. Подай, пожалуйста, салфетку. Подожди. Во-первых, салфетка, во-вторых, вышла отсюда, пожалуйста. Подайте, пожалуйста, салфетку. Заберите у нее микрофон. Вот так делать нельзя, так делают отвратительные люди. Это некультурно. Я самый отвратительный здесь человек. Выгоните ее, пожалуйста. Мне очень стыдно, что такое происходит. Я прошу простить, потому что это моя ответственность. Блядь, блядь. Прости, пожалуйста. Все нормально. Я же на хейтеров пришла. Что-то же должно было произойти у нас. Блядь, я когда заряжал людей на хейт, я не думал, что будет настолько, что из нее изнутри это выйдет. Честно. Прошу прощения. Ну ты же просил жесткий. Блядь, это просто плядь. Она попала? Да, она на голову плюнула. Она плюнула на голову. Я даже не знаю. Тут видно чуть-чуть. Назад уберу. Мне жаль, что я такие эмоции вызываю. Вроде хорошо начали. Согласить. Кто согласен с тем, что это перебор? Ну, объективно. Я надеюсь, что подруга выздоровеет, если она вообще существует. Совсем недавно рэпер Роджи Будда вставил свой трек «Срочку про твой вес», после которого ты ревела в сторис, говоря, что он задел твои комплексы насчет лишнего веса, и такое нельзя говорить на большую аудиторию. Я искренне не понимаю, что сделала людям публичным некоторым, что им дает право меня публично оскорблять. Я не рэпер. Я с вами вообще никак не соприкасаюсь. А что насчет себя? Почему ты считаешь, что имеешь право принижать свою сестру за лишний вес, а также на огромную аудиторию? Что за двойные стандарты? Если бы тебе сказали для роли потолстеть на 20 килограммов, было бы счастье, да, для тебя? Макдональдс каждый час есть. Да, смотри, хороший вопрос. Спасибо большое за него. Мне действительно было очень обидно. Он там сказал потом, что я хочу хайпа. Нет. Просто из-за всей ситуации, которая на меня навалилась, я читала комментарии, видела видео в рекомендациях, где меня все обзывают, желают мне смерти и тому подобное. Мне было очень тяжело. У меня такого в жизни никогда не было, чтобы настолько меня булил весь интернет. И эта строчка была последней каплей. Я вот сейчас так смотрю и думаю, что я вообще завелась настолько? Я прям в слезы. Я начала плакать просто. И взяла и сняла это видео. Я надеюсь, что он поднял деньги на стримах себе. Просто мы пытались подать в суд на него. Потом я сказала, ладно, не надо своему юристу. Ну, вы же помните, мне говорили на эту тему. Делаю выводы. В итоге я не стала подавать на него в суд за эту песню, потому что он в целом-то меня еще и пропиарил тоже, как бы хайпанул, и на эту волну залетел. Но мне было реально искренне неприятно. Но если трек зашел, а у тебя все треки заходят, я жду букетик от тебя. Будда, пожалуйста. Что касаемо сестры, я же отвечала, что это была постанова. Я не считаю нормальным шеймить сестру. Моя сестра красивая, она сама хочет выглядеть, как хочет, поэтому тут как бы повторяться я не хочу. Но ты хочешь сказать, что сторис был как некий нервный срыв? Да, да, я сорвалась уже. Это был крик души. Я обычно же не плачу в целом на людях. Это просто была последняя капля. Просто, знаете, мне чисто по-человечески стало обидно, что сколько там на фите пацанов? Пять? Что они все просто считаются, ну, как бы девочку, ну, меня в данном контексте обидели. Потом я подумала, ладно, они хайпятся, окей. Будем вывозить, но букетик я жду. Ну, я считаю, что это тупизм, честно. Ну, я считаю, что это тупо делать. Типа просто оскорблять. Причем как-то так криво. Ну, это вот у рэпа, какая-то фишка вот эта вот, вот у рэпа вечно приплетать имена чьи-то, понял? Нет, фишка в рэпе, когда ты делаешь прикольный панчлайн, но как бы он интересный, он интересно, типа, придуман, он интересно завуалирован и так далее. А тут тупо. Тупо в лоб и некрасиво. Ну, не знаю. Мне кажется, тупо. Но сейчас я тоже воспринимаю, как задирует мальчика, которому нравится девочка. Вот он, видимо, не знал, как мне это сказать. Поэтому надеюсь, что это так. Жду букет. Здравствуй. А ты можешь прямо сейчас спеть вживую или только под фонограмму можешь? Конечно. Новая песня. Ты реально подготовилась, я смотрю. Нет, я просто в любой момент, ты меня разбуди, я спою вживую. Я всегда пою вживую. Давай. Без автотюна, бро. Автотюна, выключите на моем микрофоне. Вопросов нет по голосу. Все супер. Как ты относишься к ставкам на спорт и казино? Я отношусь к этому не очень благосклонно. Я сама всегда отказываюсь в рекламе, но я не осуждаю тех, кто это делает. Хорошо. Скажи, пожалуйста, почему ты в своем видео в ТикТок прыгала в футболке букмекерской компании? Потому что тогда я ходила под продюсером, который создал футбольную команду и сразу же меня в нее записал. И какую форму мне дали, а там форма всей команды была с этой конторой, то я должна была быть в этой форме. Я с этого, кстати, ничего не имела, никаких денег. Поэтому это, конечно, жаль, да, но лично я по своей собственной воле не рекламирую никогда ни конторы, ни казино, ни алкоголь, ни сигареты, ни что-то, что вредит здоровью или относится к вредным привычкам. Спасибо за ответ. Я согласна с твоим мнением. Псевдоним Мия Бойко не слишком милый для такой злобной и гадкости? Мне нравится, спасибо. Все? Прикинь, ты сегодня проснулся, собрался, приехал на студию, чтобы зазвучить этот вопрос и дальше сидеть. Иди. Просто красава. Но не прогуливайте пары. Разве что только ради этого шоу. Мия, в своих соцсетях ты часто осуждаешь людей с деструктивным видом деятельности в сфере болгинга. Но при этом сама не так давно снимала видео с Никоглаем и Иваном Золом под звуки, которые по факту разлагают и деградируют общество. И это все, как ты говоришь на детскую аудиторию. А что за звуки были, ты помнишь? С виду простой колян деньги капают в анал. И там вот эти маты все и так далее. Там мат был? С виду простой деньги капают в анал. Там было слово анал. Там было много матов. А кто это пел? Никоглай? Никоглай, Иван Зол. Там такое слово было? Да, там были маты. В 2024-й там были маты. Это жестко. Слушай, просто когда вот он был на хайпе, он меня позвал к себе в стрим, потому что этот Иван Зола был моим фанатом большим. И я пришла к нему сюрпризом, и он очень сильно обрадовался. А после этого он говорит, давай снимем видос. Ну давай, и как-то вот так оно было. Не то, чтобы я там потом такое снимала. Я, честно говоря, даже не знала, что там такое слово есть. А, ты в компании сняла? Мы с ними снимали, да, втроем. Но не к себе в профиль. Я вот не помню, к себе или не к себе. Это так давно было. Я услышал слово на хайпе. Ну, тебе не кажется, что хайпиться не полностью здоровым человеком? Это не очень хорошо. Получается, там, где выгода? Подожди, меня пригласили поддержать его, потому что он мой фанат. Когда меня зовут к своим фанатам, я прихожу, и я ему сделала сюрприз, и все, кто помнит этот стрим, он был очень рад. А ты когда шла, ты знала, кто он такой? Нет. Ну, типа, я, честно, я даже не... Я потом вот такая смотрю, интересное поведение. Ну, то есть, я просто не коглая знала, вот что он популярный. И он сказал, есть парень такой, Иван Зола, он, типа, твой фанат, приди к нему сюрпризом. Он меня в стриме. Я говорю, ну, давай. Я не считаю, что с ним что-то не так. Это как бы уже ваши какие-то оценочные суждения. По-моему, простой веселый парень. Привет, Мия. Привет. У меня вопрос на тему, которая уже затрагивалась. Осуждаешь ли ты полных людей? Просто исходя даже из этого байта с сестрой и в целом исходя из своего образа, есть ощущение, что ты к ним относишься привзятой и даже, может, негативно. Просто, по моему мнению, если бы ты уважала всех, ты бы даже не задумалась о таком байте. Это как придать свои принципы. А также еще вопрос к этому байту. Если бы тебе сказали сейчас сделать такой же байт, но проплачено или же снова по просьбе, чтобы ты загнобила за вес или в целом за внешность кого-то еще, согласилась ли бы ты? Следую из того, что из-за этого аудитория младше начнет комплексовать. Во-первых, спасибо за вопрос. Отвечу сразу на последний вопрос. Если бы мне заплатили и сказали зашемить кого-то, кто не является моим близким, кто, типа, не понимает эту фишку, не выкупает, я бы не согласилась. Кто не предупрежден, как была Лиза предупреждена, моя сестра, нет, конечно. Никаких денег это не стоит, чтобы унижать кого-то, потому что это травма на всю жизнь, как у меня на всю жизнь сложилась травма моя. Я сейчас до сих пор кажусь себе толстой. Мне кажется, что у меня толстые руки, ноги, и мне дают стилист, вот сидит моя, она докажет. А она дает мне одежду, я говорю, нет, у меня ноги в этом будут толстые. Я уже себя адекватно не оцениваю. И я знаю, что огромное количество людей себя тоже адекватно не видят. Они уже вот такие, а им до сих пор кажется, что они толстые. Поэтому я понимаю, что такое травля, и я не имею права никого травить. Конечно же, нет никогда ни за какие деньги. Во-вторых, ты сказала, что я отношусь как-то не так к полным людям. Да нет, конечно, я отношусь к ним нормально, абсолютно, и не разделяю людей. Ну, типа личность, для меня есть личность, но нет такого, что полный и худой. Просто мне самой лично хочется выглядеть вот так, как я сейчас, например, и даже еще, мне кажется, я должна еще на 4 килограмма похудеть. Но это лично мое мнение. Самое главное, чтобы человек был здоровым, здоровым в том теле, в котором он есть. А в остальном, если ему кайф, то хоть вообще, хоть пухленький, хоть сладенький, хоть какой, ешьте, что хотите, делайте, что хотите. Самое главное, здоровье. Просто мы живем со своим здоровьем один раз, и если мы за ним не следим, то жизнь укорачивается, и начинаются проблемы с печенкой, с поджелудочным сердцем и тому подобное. Чтобы этого не было, нужно просто заниматься спортом и следить за здоровьем. Если кто-то этого не делает, я не вправе ему указывать. Я слежу за собой. Я согласна с твоим мнением. Просто мне показалось очень странным. Ну, это же принципы, и получается, ты их разрушаешь. Ну, во-первых, я не то чтобы согласилась, мы его придумали вместе. Возможно, я соглашусь с тобой, что байт получился как баг, как ошибка, поэтому... Ну, мы хайпанули, да, вывод сделали, Лиза похудела, но больше я, наверное, не буду таких байтов делать. И если она вдруг поправится, я ее подержу. Хорошо, спасибо. Привет, во-первых. Привет. Дай совет молодым артистам, как им не словить звездную болезнь, чтобы они не стали такими жесткими, как ты. Аплодисменты. Для того, чтобы не словить звездную болезнь, необходимо понимать, что ты несешь ответственность за то, что ты несешь и говоришь. И необходимо рядом с собой иметь близких людей, которые каждый раз, когда ты будешь пытаться строить из себя кого-то, или как только ты начнешь ловить звезду, они будут тебе по шапке давать и говорить, а ну-ка спустись на землю. У меня такие люди есть, слава богу. Совет такой, держите близких людей, не которые, типа, подлизываются, понял, и говорят, да, бро, ты крут, так ему, и знаешь, накручивают тебя. А говорят, как есть, на самом деле. А которые, как есть, говорят, которые были с тобой рядом еще до всего успеха, и они самые честные. Вот их нужно не забывать, вот этих людей, и надеюсь, что они у каждого будут и есть, их нужно беречь. Потому что моей семье вообще по боку. Сколько у меня тысяч людей пришло на концерты родителям, если маме не нравится, как я оде, то все. Это будет звонок на два часа, она будет говорить, что я не скромно одета, и ее вообще не волнует, сколько у меня фанатов. То же самое у любой из моих сестер, у брата. И знаете что? Я буду сидеть и молча слушать. Я буду слушать и говорить, да, вы правы, я согласна, и потом я пойду и буду вести себя скромнее. И такие люди очень важны, потому что, когда таких людей рядом нет, то да, может заносить. Потому что в моменте кажется, о, я такая звезда, я вообще, у меня сейчас все поперло в гору. Когда ты так делаешь, все, это просто начало конца. Немного времени пройдет, и ты упадешь вниз с таким треском, что просто вообще. Поэтому просто держите рядом с собой близких людей. Спасибо большое за совет, да. Всем здравствуйте. Мия, скажи, пожалуйста, почему ты так и делаешь на лице себе каждый день татуировку, наклейку? Ты боишься, что без нее тебя не будут воспринимать? Я ждала. Она реально готовилась как будто вообще ко всему. Спасибо огромное. Я очень ждала. Я надеялась, пожалуйста, хоть кто-нибудь задайте этот вопрос. Неужели я все шесть лет это зря делала? Я не знала, как от нее избавиться, так, чтобы все это увидели. А это был образ, придуманный продюсером, который я соблюдала. Каждый день я рисовала эту хрень у себя на лице. Понятно, что меня так запомнили. И это была часть образа, часть образа того с синими волосами. Но я уже избавилась от синих волос. И я уже не чувствую себя поцарапанной девочкой. И это как будто бы странно. И уже не да, непонятно. И не туда, и не сюда. Девочка, которую поцарапал енот или квадробер, я уже себя такой не чувствую. И я не знаю, как вы. Мне многие говорят, что меня перестанут узнавать без этой штуки. Я сама тоже боялась на эту тему, что многие перестанут меня узнавать без нее. Но мне кажется, я сейчас дошла до того, чтобы ее убрать. Как вы считаете? Занеси, пожалуйста. Я думаю, сейчас это будет... О, это капец! Я просто... Я 6 лет... Я 6 лет ее рисовала. Помоги, пожалуйста, убрать ее. Это просто капец. Я теперь могу ее не рисовать. Я просто, чтобы вы понимали, я не могла ни выходить в сторис без нее. Ни выходить ни на ТВ, ни на радио, никуда. Я должна была каждый день не в магазин. Я всегда, все 6 лет, рисовала эту тему. И сейчас я рада, что я ее убрала. Я надеюсь, что вы резко не подумали, о, кто это сидит, что за ноунеймка. Теперь ее не будет. Я думаю, здесь можно похлопать. И надеюсь, что меня продолжат узнавать без нее. Спасибо тебе огромное за вопрос. Я думала, что уже никто не спросит, но все, теперь ее не будет. Спасибо. Мия, к тебе уточняют, как к тебе обращаться, на ты или на вы. Но я буду на ты, потому что на вы обращаются, когда уважают человека. Я тебя сейчас ни капли не уважаю. Хорошо, как вам удобно. У тебя было интервью, где ты сказала, я не хочу перекрашивать свои синие волосы, потому что мне важна натуральность, потому что я родилась с таким цветом волос. Я абсолютно натуральная. Твоя аудитория – это дети. Исходя из этих слов, можно сделать вывод, что ты особенная и не такая, как все. Как подумают на это младшее поколение, что их кумир не такие, как они? Старшая поймет, что ты учишь врать. Ты делаешь это для того, чтобы на тебя обратили хоть какое-то внимание, ведь в тот момент у тебя не было никакого инфоповода, чтобы тебя заметили. Может, стоит задуматься, что ты произносишь на публику? Я абсолютно с тобой согласна, что стоит задумываться, что я произношу на публику. Вот теперь я это после последних событий еще больше понимаю. Но ты задал очень много вопросов. Что касаемо синих волос, цвета волос, что я говорила? Которые с рождения у тебя. Которые у меня с рождения, да. Ну, я следовала советам своего продюсера на тот момент, это раз. А во-вторых, у любого образа должна быть легенда, ты же это прекрасно знаешь. И эту легенду нужно соблюдать. И многие артисты живут годами и десятилетиями в своем образе, а в жизни они вообще другие. И я очень сильно надеюсь, что сейчас, когда я сказала, что мой цвет волос я надеюсь, что никто не пострадал от того, что я сказала, что мой цвет волос синий, а сейчас он оказался не синим или там, я не знаю, ни у кого не случилось нервного срыва. Прикинь, маленький ребенок все время сбривал волосы в надежде, что у него вырастут именно синие волосы. Надеюсь, что нет. Вот. Но теперь я натуральная и я хочу быть такой. Просто если проанализировать это с темой квадробинга, вот смотри, вот для чего квадроберы это делали? Для того, чтобы обратили на них внимание. По-любому. Да, я думаю. Вот. Получается, тема с волосами, она же очень похожа. Да, но здесь есть тонкая грань, не есть из миски, не какать в лоток и тому подобное. Мне почему-то кажется, что это вещи, которые крайне редко происходили. Кусать людей очень часто. Да, в этом прикол, что есть всегда в любом обществе, в любой субкультуре и так далее люди, которые перебарщивают, а есть, которым просто в прикол. И в этом получается разница. А везде так есть всегда. Всегда есть кто в прикол, всегда есть кто перебарщивает. Абсолютно. Ты согласна, что синие волосы с рождения это очень похоже и это странно. Ну, конечно. Я просто удивилась, что вообще кто-то поверил. Но если для вас синие волосы это преступление, я прошу прощения. Не казните, пожалуйста. Ну, если у тебя была легенда, что ты родилась с этими волосами, то что было в деревне со сморфиками? Когда мама мной забеременела, она встретилась со сморфиками и подружилась с ними в деревне. Я не знаю, что тебе сказать. Жалко не было мультиков про котиков. Я была молодая. Ну, ты сейчас посмотри, ты смотришь на 27-летнюю, почти 28-летнюю девушку, которая хочет замуж и детей. Что тогда у меня в голове было? Ветер гулял. Ну, вы сейчас тоже, вот сколько вам лет? 17. 17. Вот давай в 27 встретимся. Я уверена, тебе вопрос, были ли у меня настоящие синие волосы, вообще в 27 лет волновать не будет. Что ты будешь думать о более глобальных вещах и о своей жизни? Мне очень интересно просто. Ну, по-моему, я просто этот вопрос где-то видел в одном из тех, кто нам присылал. Типа, я не помню, вот его здесь не было, но нам его присылали. Я не знаю, почему вы не озвучили, может потому, что тех, кто не пришел, должны были задать. Так вот, там звучало так. Вот в этот период, когда у тебя случилась вот эта ситуация с квадроберами, были ли люди из популярных, именно из шелона популярных людей, которые ушли после этой ситуации, которые не перестали с тобой общаться? Были те, кто начали странно себя вести в СМИ, например, Клава Кока. Но если они начали себя так странно вести, ты уже с ними не общаешься? Вот, рассказываю историю. Случается ситуация. Для меня, когда случается какой-то скандал с артистом, любым, ну, вы сами тоже посудите, самое лучшее это не комментировать, либо написать лично человеку, его поддержать, либо поддержать публично, но лучше вообще ничего не комментировать, потому что это называется присосаться к хайпу, это сразу понятно зачем, чтобы тоже хайпануть. И я обычно всегда молчала, когда что-то случалось, и мы были подписаны друг на друга с определенным рядом людей, с определенными артистами. И когда это случилось, я видела, как там, например, Иосиф Пригожин за меня заступился, там, политики некоторые, Мария Кожевникова, там, Джонни мне написал, спросил, все ли у тебя хорошо, и тому подобное. Но были те, кто перестал общаться из этого? Да не то, чтобы перестал, а просто начали высказываться обо мне, типа как... В негативном ключе? В негативном ключе. Но с ними ты сейчас общаешься? Так вот, слушай историю. Случилось комментарий от Клавы Коки. Она, мы подписаны друг на друга были всегда, она выставила, как она пробежалась на четвереньках, что она бежит меня пугать, выставила приглашение этой девочки, давай приезжай, и я тебе покажу город на концерт и тому подобное. И я такая, офигеть. Я просто, честно говоря, после этого отписалась абсолютно от всех, осталась подписана только на себя и на свою сестру. Подумала, что если такое лицемерие, зачем мне еще от кого-то прилетит, а я не буду этого ожидать. Лучше тогда уже от всех отписаться. Но было шоу сейчас, и мы туда пришли, а она была в жюри. И она абсолютно как ни в чем не бывала сейчас расхваливала меня, говорила, какая я молодец, как я круто пою, и я вообще ничего не понимаю теперь. То есть для меня это абсолютно непонятно. Ну смотри, это же Балышов, в котором она оценивала твои вокальные данные, правильно? Там все, и вокальные данные, и выступления, ну то есть как бы просто мой приход туда. Да, то есть либо это ее профессионализм такой, потому что она сидит в жюри, и нужно было разделить эту ситуацию, либо это ее реальное отношение ко мне, что она действительно думает, что я молодец и хорошо пою. Но как бы в свете того комментария и поведения для меня это было очень странно. Я не поняла. Но я вообще ни на кого обиды не держу, кроме одного человека. Там, короче, вопрос просто так сформулирован был, что готова ли ты назвать тех людей, которые перестали с тобой общаться? Именно имена. И если ты не готова, то получается нужно было бы ему заплатить деньги. А, нет, никто открыто со мной не перестал общаться. Кто-то просто начал комментировать в СМИ, но при жизни, когда они меня видят, они мне улыбаются и здороваются. Вот это очень странно. Это что значит? Они от меня отвернулись? Я не понимаю просто. А кто именно? Вот Клава Кока? Ну вот Клава. Больше я не знаю даже. Ну ладно, я понял. Давайте этот вопрос опустим. Если бы, вот представь, ты родила дочь, ты пошла на концерт, ребенок стоит там, и там какая-нибудь популярная певица делает вот эту же тему, которую делаешь ты. Если бы потом ребенку нанесли травму, ты бы хотела, чтобы перед ребенком извинились? Потому что травма нанесена публично, и как будто публичное извинение это самое логичное. Хотела ли бы ты? Егор, если бы я пришла на концерт с ребенком, я бы его от себя никуда не отпустила. У меня бы ребенок не потерялся. Вот у меня была в действии ситуация, я потерялся на рынке, но моя мама меня обожает, она меня любит. Но так вышло, что я был придурочным, я побежал в другой магазин с игрушками, и она реально меня не могла найти. Такое бывает. Это норма. Тебя в магазине с игрушками унизила известная певица? Нет, я имею в виду, я привел этот пример к тому, что такое бывает. Сам ребенок тогда убегает, это нормально, так бывает. Поэтому гипотетически предположим, что вот так вышло, что ты стоишь с ребенком на концерте, он куда-то убежал, и на сцене произошло это событие. Хотела бы ты, чтобы артистка извинилась. А какое событие? Ну, что так вышло, что она осудила квадробинг, это нанесло травму ребенку. Нет, я бы несла... И это еще начали разжигать в интернете. А вот скажи, чего я буду чужой женщине предъявлять претензии за свои косяки? Это моя ответственность. И если кто-то обидел моего ребенка, я его пожалею. Но это моя ответственность, куда я его привела, куда я его отпустила от себя, потеряла ли я его, какую музыку он слушает и увлечения, которыми он занимается. Я понял. Ну что, ребят, по традиции в конце вы должны понять, вы остались хейтером после всего того, что здесь произошло или все-таки переобулись и стали уже фанатом. Кто готов поднять руку, что он считает, что он переобулся и стал фанатом? Ну, в принципе, как обычно. Есть люди, видишь? Типа, это неплохо. Что думаешь? Было жестко? Я думаю, что все прошло очень интересно. Я, наверное, надеюсь, ответила на ваши вопросы, которые мне никто так никогда прямо не задавал. Это для меня очень интересный опыт. Спасибо вам всем за то, что вы пришли, потратили свое время. Спасибо за ваши вопросы, за провокации и вообще за все, что сегодня здесь произошло. Благодаря вам я стала сильнее. Я всех крепко обнимаю. Спасибо, что пришли. И тебе, что ты позвал. Спасибо тебе, что ты пришла. Это очень смелый поступок. Я считаю, что это очень смело, когда в интернете происходит разное и у всех разные мнения и так далее, и она приходит и готова лицом к лицу обсудить это. Ну что, я надеюсь, вам понравилось это видео. Мы сейчас по традиции будем фоткаться все. Да? Да? Так всегда происходит, хоть у них хейтеры. Ну что, мы погнали снимать новое видео. Ну а пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok